Счастливых моментов в жизни семьи Садыковых множество, так как они мастера их создавать. Но сегодня мы расскажем только об одном из них – горнолыжном туризме. Знакомство с ним началось 7 лет назад в Башкирском Куштау. Провести новогодние каникулы в горнолыжном комплексе наших героев пригласили друзья. Атмосфера классная, природа классная. И склоны, они такие вот для начинающих. А мы как начинающие, мы уже первый раз поехали. Для нас было самое то. И там есть инструктора, наняли инструктора. И где-то нам час, буквально два, да, мы там приблизительно потратили. Нас научили тормозить. Ну, конечно, были какие-то у нас неудачи. Ощущали себя, как в яслях детского сада. Потому что, ну, как бы какие-то элементарные вещи ты понимаешь, что делать, ну, достаточно сложно. Ну, поначалу. Лыжи, я что понял, горные, это в основном ноги. Ну, тело тоже, конечно, но ноги и тормоза надо учиться и страх преодолеть. На самом деле, пару приемов и уже потом понятнее, ну, понятно наступает. Я стараюсь не смотреть вниз, стараюсь, ну, наверное, больше так под ноги, вокруг себя. Вот. И тогда страха нет, и ты спокойно спускаешься. А если ты вот это вот все ощущать начинаешь, то паника тобой овладевает, и ты теряешься, и теряешь эту координацию, и летишь. Я там два таких основных приема запомнил. Это треугольничек на начальном моменте. И поворот, когда ты одной ногой, ну, усилие на нее делаешь и поворачиваешь. То есть даже если большой склон резкий, можешь его такими вот поворотами зайти в него. А потом, как говорят, пошло-поехало. Активный отдых в горах звал и манил, и ребята возвращались на снежные склоны вновь и вновь. Садыково объездили почти всю Башкирию и добрались до Сочи. Со временем стали увереннее кататься на лыжах, разбираться в спортивных уровнях трассы. Появились у них и любимые места. Ну, у нас как бы все-таки такой больше любительский уровень катания. Вот. Мы сильно, так скажем, в это во все не углублялись. Вообще абсолютно. Но, так скажем, мы можем сориентироваться по уровню сложности трасс. Да, там трассы разделяются по цветам. Зеленая для новичков, синяя такая более, ну, средненькая, так скажем. Ну, черная в этом году катались? Красная посложнее. Черная, так скажем, трасса для самоубийц. Ну, ее так называют. Да. Вот. Мы максимум катались на красной трассе. Ну, это достаточно... Я не люблю, для меня некомфортно. Вот. Марсель с Тимуром, им нравится кататься на красной. Но вот у меня как раз вот спуск по красной трассе, это постоянное ощущение вот этого напряжения. А хочется получать удовольствие, любоваться природой, когда ты спускаешься. Я люблю такие трассы затяжные, где ты спокойно спускаешься, любуешься природой. Вот. Мне как бы вот эти вот резкие перепады не особо интересны. Ну, для новичков, когда ты вот спускаешься, летишь, вот смотришь, там, все такое маленькое, и ты приближаешься, на ветру, там, и трасса такая классная, пологая такая, спускаешься. Блин, кайф, ощущение вообще. Здорово. Надо попробовать всем. Ощущение, да. Ты паришь. Зимний отдых в горах – это занятие не только для смелых и активных. Там, высоко, над уровнем моря, еще и особая атмосфера, где отдыхает душа, своеобразное место силы. У тебя вот такая атмосфера новогодняя, она же всегда вот сказочная, да, всегда вот так вот тебе классно. Да, и для нас это больше как бы приключение, не спорт, потому что спорт – это как приятный бонус. Когда ты, ну, погружаешься, так скажем, в эти места, во-первых, там люди другие. То есть вот я никогда не видела никаких конфликтов, несмотря на то, что там очень много народу всегда. Особенно, когда хорошая погода. Вот мы вот в этом 21-м году, нам, так скажем, немножко, ну, был момент, что ты спустился, и ты минут 20 стоишь в очереди, чтобы снова подняться на склон, потому что очень много народу. Вот, и несмотря на это, все люди на позитиве, никто, никто не толкается, не лезет вперед, не ругается. То есть все люди как бы такие заряженные, так скажем, все улыбаются, разговаривают, отдыхают. Гора – это то место, куда нужно ехать всей семьей, убеждены Садыковы. И неважно, на сколько километров над уровнем моря ты поднялся, главное – возможность вынурнуть из суровой зимы и окунуться в атмосферу яркого солнца, искрящегося снега и захватывающего дух праздника. Плюсы и минусы такого отдыха? Плюсы то, что, во-первых, это на природе, это где-то за городом, это в горах. Почти 24 часа, да, ты находишься на открытом воздухе, за исключением сна. Открытый воздух, да, это… Это невероятные виды, горы, такое небо красивое, такая природа живописная. Какой-никакой спорт? Нет, все-таки, да, после нескольких дней твои ноги прям говорят тебе спасибо. Отсутствие, практически отсутствие гаджетов. И да, мы общаемся, мы наедине друг с другом. Минусов? Ну, мы вообще минусов. Минусов, наверное, нет. Вот единственное, что если, конечно, ты как-то там неприятно упадешь, может быть, минус, вот, а так, в принципе, ну, минусов не уйдет. Солнце, горы, захватывающие спуски. Оттуда вы привезете массу положительных впечатлений. Каждый проведенный день там особенный, не похожий на предыдущий. Об этих счастливых моментах вы будете вспоминать долго. Так как у нас это всегда в начале года происходит, мы стараемся напитаться вот этой вот всей энергетикой, этим волшебством, чтобы нам построить планы на год, вот, и какое-то вот обнуление там происходит. И вот правда, ты возвращаешься оттуда настолько, настолько, ну, заряженный всей этой энергетикой гор, вот, и вот чувствуешь себя очень отдохнувшим. Мне кажется, это даже у нас как-то январь проходит круче, чем летний отпуск. Летний как-то более банальный, что ли, вот, а вот здесь ощущения очень классные. Ставьте лайки и делитесь с нами вашими счастливыми моментами. Совсем скоро вы станете героями наших видеоисторий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому!